что чуток поподробнее про этот этап предыдущие есть отдельные видео можно посмотреть но вкратце значит брус весь щелки все там какие у нас были проходы запенили забили все он готов предварительно он был обработан осенью антисептиком прозрачным правда потом все значит откосы где там у нас что тоже было все запенили на брус пароизоляция ашка улицей на улицу чтоб пар выходил из дерева и дальше увезривался потом на пароизоляцию обрешетка была тоже осенью обработана 25 доска синим антисептиком хорошим и дальше шьем доску она у нас и как вензазор выдерживает и плюс еще на нее дальше крепим обрешетку потом на эту доску опять же пароизоляция бэшка правда но она подешевле поэтому ее тут она годится нормально ее тоже улицы вензазор чтобы у нас весь пар из утеплителя дальнейшего выходил вензазор и дальше выветривался потом будет сотка минваты дальше обрешетка тоже деревянная и пароизоляция улицы на улицу чтобы тоже у нас утеплитель в две стороны как бы влагу отдавал потому что ну понятно что в минвате воздух есть а раз есть воздух значит есть конденсат это но тут спорить бестолку и самый низ делаем и ппсом почему потому что дом на бетонных сваях соответственно он весь поднят вот на такую вот высоту нам ее надо закрыть чтобы она не продувалась чтобы там было тепло тоже но по возможности максимально поэтому ставим ппс минвату сюда ставить нельзя потому что она будет из грунта там какая вот влага из него испаряется она будет тянуть прям как пылесос а ппс он не гигроскопичен не паропроницаем поэтому ничего в него не пойдет и плюс он даст нам жесткость как бы нижнюю на которую мы потом уже будем ставить минвату для этих целей он тут шикарно конечно и соответственно делаем обычный теплотехнический расчет он нам показывает что на такой брус с вот с таким вент зазором сотка минваты вполне достаточно поэтому ставим сотку ну и соответственно ппс тоже сотку потому что там все-таки будет похолоднее там продуваемое пространство ппс понятно что он теплее чем минвата и соответственно у нас дальше пойдет все одной толщины и ппс сотка и минвата сотка то есть одно на одно и как раз будет все ровненько аккуратненько но вот летом придумал такую вот обрешетку значит профиль 100 на 40 так как у нас минвата сотка то понятно что здесь нужно сотку ну 40 это как бы минимум который здесь пойдет чтобы он у нас держался и чтобы мы к нему могли прихватиться плюс чтобы сама конструкция была жесткая не гниет очень тонкий значит это не мостик холода промерзать он не будет никогда зажатый утеплителем а если бы мы ставили дерево то была бы проблема в чем значит если делаем сотку значит надо ее разбивать на 50 плюс 50 и делать перекрестную обрешетку чтобы не было мостов холода но даже на деревянные перекрестные обрешетки 50 брусок соответственно там пятаки приличные получится мосты холода приличные плюс мы на 50 миллиметров разрезаем каждый утеплитель с каким-то там определенным шагом это тоже мосты холода очень приличные без перекрестной обрешетки смысла минвату ставить вообще нету потому что дерево промерзает раза в три а то и в пять больше чем минвата и получается мы минвату напихали обрешеткой это все закрыли и толку от минвата никакой потому что все промерзание идет через дерево ну и смысла в этом понятно что тоже никакого и соответственно поставили ппс на него будет потом минвата и на слой каждый еще будет профиль он у нас как ребро жесткости плюс чтобы минвата не болталась мы получается ее зажимаем вот каждый лист с одной стороны профилем и сверху тоже профилем то есть мы вот будем ставить вот так горбляком наверх чтоб у нас тоже она держалась и минвата чтоб не болталась вот это вот две стороны будут зажаты а третье и четвертое просто прижмется и минвата будет жестко стоять не туда не сюда и все будет хорошо и соответственно плюс вот эти вот горизонтальные профиля нам еще дадут жесткость потому что мы на них будем крепить вертикальную деревянную обрешетку нам надо во первых пришить к чему-то пароизоляция которая будет отсекать утеплитель от фасада не давать туда проходить влажности а понятно что к минут но к металлу пароизоляцию пришивать охренеешь поэтому естественно мы здесь ставим потом будет деревянная обрешетка тоже 25 доска тоже обработанная с осени заранее все как бы это но понятно что как то это все считалось закупалась не так что плюс минус куб а то что нам но реально нужно ну вот дальше будем делать расскажу значит профиль элементарно тридцатый шурупик в дерево потому что 30 войти в дерево держит очень жестко больше смысла нету пятидесятка например но это деньги на ветер а тридцатка здесь вполне и соответственно самый ппс то есть мы его одной стороны вставляем в профиль шурупиком на 150 его фиксируем и на второй стороне два шурупика по 150 он как шкант выступает и вот так вот не дает ппс болтаться и плюс вниз его тоже держит плюс щелки запениваем пена здесь у нас и как утепление и как клей поэтому она держит довольно таки ну очень жестко то есть вот на вот этом нижнем ряду можно уже вставать ногами он никуда не денется а утеплитель понятно что будет гораздо легче и поэтому эта конструкция она будет жесткая но всю свою жизнь дальше здесь пойдет отмостка поэтому и ппс и фасад поднимаем от грунта то есть проходим по дому выбираем самую там верхнюю точку от нее от грунта отступаем но где-то 100 миллиметров чтобы туда нормально вошла отмостка и дальше прошли по периметру сделали там отметки и по этим отметкам уже идем и обрешетку деревянную по ним ставили и вот профили эти металлические по ним ставили дальше ппс и фасад пойдет вот на такой же высоте чтобы нас уже следующие работники которые сюда зайдут там через год два-три не знаю сколько когда буду делать отмостку чтоб они нас ну не добрым словом не вспоминали потому что ну как бы какую-то хрень делать знаешь что кто-то тут потом будет после тебя работать но это нехорошо поэтому так никогда не делаем ну и естественно все запенили все поставили вот здесь вот будет типа крылечко но такого не понятно крылечко не крылечко ну крылечко в общем она холодная поэтому и ппс идем вот так вот его обходим идем по стене бруса что потому что если вот эти по вот этой стене понятно что здесь будет промерзание и тогда толку от ппс вообще никакого соответственно идем вон там по стене то же самое все запениваем здесь идем прям по грунту потому что здесь отмостки не будет и поэтому она и как подставка на пене склеилась и все даже если грунта сядет она будет висеть массивом одним и дальше тут уже пойдет тоже самое минвата ну вот про этот этап вроде всего следующие этапы тогда буду рассказывать по ходу дела ну вот цоколь по крайней мере мы уже как бы сделали по всему дому цоколь у нас готов первый ряд минваты встанет просто на ппс без какой-то отсечки и потом между каждым рядом пойдет еще горизонтальный вот этот металлический профиль ну как бы если делать конечно себе то можно поковыряться было бы и с брусами или из доски какую-то обрешетку перекрестную придумать но так как люди платят деньги хоть за то хоть за то а по деньгам выходит одно и то же то конечно лучше все таки вот такая конструкция она будет гораздо теплее и гораздо долговечнее потому что но дерево это дерево даже если она где-то там внутри но есть вероятность что когда-нибудь там через сто лет конденсат там ну где-то может скопиться где-то еще чего-то ну и все таки конечно она может подгнивать а металл он типа ну не алюминиевый конечно но типа оцинкованный но пусть даже типа но вот в этой конструкции он себя должен показать хорошо и прожить но очень долго ну вот как то так дальше буду рассказывать да да да